Пробеги за того, кто не может. Около полутысячи людей собрались на благотворительный забег Wings for Life в Киеве. Участники стартовали одновременно по всему миру в более трех десятках стран, несмотря на время суток и погоду. Киевляне побежали в два часа дня на Трухановом острове. Сколько денег собрали, знает корреспондентка ЮЭТВ Анна Романовская. Познакомились в беговом клубе и уже пять лет вместе. Игорь и Светлана принимают участие в марафонах по всей Европе. Ежегодно пробегают по несколько тысяч километров. И даже после рождения дочери темпы не сбавляют. Сегодня буду бегать я, а Иванка с папой будут болеть за меня и поддерживать. В этот раз Светлана участвует в необычном забеге. Его начинают не со старта, а с финиша. Участники убегают от виртуального кетч-кара, такой себе машины-ловца в специальном мобильном приложении. Забег благотворительный. Каждый, кто участвует в забеге, делает минимальный взнос – 10 евро. Можно сделать и большее пожертвование. И таким образом он участвует в событии и поддерживает благотворительный фонд, который существует с 2004 года и занимается исследованием травм спинного мозга. В конкретной дистанции в забеге «Wings for Life» нет. Каждый бежит, пока его не догонит кетч-кар. Среди участников много людей с травмами хребта на колясках. Я верю в то, что такой забег помогает собирать как можно больше денег и обращать как можно больше внимания, чтобы в дальнейшем у таких людей был шанс на более насыщенную жизнь. Достаточно просто прийти и даже просто быть в этой тусовке, поддерживать тех, кто бежит. И ты получишь такой адреналин, о котором будешь вспоминать и ждать следующего раза. Светлану виртуальная машина так и не догнала. Сначала мы бежали в очень легком темпе, ведь машина стартовала только через 30 минут после участников. А потом включился ажиотаж. Я начала постоянно смотреть на телефон и ускоряться. Я бежала уже в темпе для соревнований. За полтора часа Светлана пробежала почти 18 километров. Все это время муж с дочерью ее поддерживали. Ждать было очень весело, потому что Иванка не давала покоя. Постоянно кричала «Мама», когда пробегала Светлана и постоянно махала ей рукой. Каждому участнику в качестве подарка вручили символическую медаль. Всего в Киевском забеге собрали почти 5000 евро. Они пойдут на исследование методов лечения травм спинного мозга. Анна Романовская, Максим Градобик, UATV.